всем салют дорогие друзья вы на канале мега всековщина рад вас приветствовать сегодня у нас будет обзор модели автомобиля от фирмы моиста special edition масштаб 1 к 24 и у нас джип ренегейт такая неоднозначная модель честно говоря давно она уже производится насколько я помню много раз я ее видел в продаже но как-то что-то не особо меня она привлекала по фулл прайсу вот попалась по распродаже решил взять почему бы нет и посмотреть что это такое автомобиль такой мягко говоря непонятный не очень стандартный но думаю давайте вместе посмотрим что же он из себя представляет вот серия special edition of моиста стандартнейший синий карабасик с одним прозрачным окошечком модельный ряд нам не обновили не обновили все старье ничего нового ну лицензии соответственно у нас естественно присутствует так ну что давайте доставать смотреть что у нас тут внутри 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 у нас здесь все по классике картоне умный подиум на двух шурупчиках две транспортировочных ленты капоты двери у нас здесь открывашечки сделано в принципе в принципе смотрится пока что все довольно таки неплохо ну давайте все срежу все скручу и посмотрим на наш ренегейт поближе и так дорогие друзья джип ренегейт или ренегат 124 от фирмы моиста непонятный автомобиль честно говоря у меня немного такие даже ощущения возникают чем-то похож на какой-то уазик я не знаю какой-то но дизайн непонятный немножко нелепой но это чисто мое мнение ну вообще судя по всему это такое скажем так переосмысление классических линеек внедорожников или тоже с чем скорее всего паркетник тип такой стильный модный молодежный современный автомобиль кстати вот что касается самой модели прям очень очень здорово бросается в глаза она очень 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 легкая прям вот чертовски легкая даже по сравнению с моиста где металл не особо толстый по сравнению с другими моделями она прям супер легкая то есть металл значит довольно таки тоненький ну ладно не будем придираться супер и не гейт покрышки кстати у нас здесь с неплохими дисками покрышки резиновые и колеса такие прям внедорожные скажем так но прикольно смотрится с такой с мягкой круглой резиной не стандартной то есть и вот на эту модель идут и диски свои покрышки свои идут плюсик наверное смотрится довольно так неплохо по покраске все тоже все очень прилично красивый такой насыщенный красный глянец декальки все читается очень даже здорово а вот наверное проблема облегчения модели вот этой вот вот эти вот пластиковые молдинги которые идут на оригинале думаю пластиковые здесь идет это пластиковый отливку судя по всему с нижней частью то есть возможно поэтому он такой скажем так облегченный в сравнении с другими моделями но тем не менее но опять же современный автомобиль смотрится в принципе неплохо передние колеса у нас не поворотная такой решили сделать дизайн кстати зеркала у нас отдельной ставочкой пластиковые имитация зеркал тоже присутствует так прикольно в принципе смотрится по передней части ну тут вот они по крайней мере постарались сохранить основные черты именно джиповской мордочки скажем так решетка радиаторная довольно таки неплохо сделано есть есть и мелкая сеточка и такая серебряночка окантовочку забабахали смотрится неплохо фара довольно таки неплохие такой объем внутри сделан такой лупоглазенький малыш смотрится неплохо мордах по крайней мере мне в принципе нравится ну вот опять же половину корпуса здесь как видите примерно занимает опять же все пластиковая часть но она и на оригинале я думаю все это пластмассовое вот здесь у нас просто серебряночка и габариты судя по всему бахнуты ну блин ну такое все равно неплохо смотрятся согласитесь на внешний вид вполне себе такой серьезный лупоглазик смотрится довольно таки симпатично вот ну по передней части думаю у нас тут все так вторая сторона у нас в принципе аналогично декальки есть не тут нашел косяки по покраске причем эта сторона была внутренняя в коробочке посмотрите какая хрень лопнула краска вроде бы потрескалась но тут вообще что-то очень фигово покрашено что ли такие вот фиговина дверная ручка тоже расползлась судя по всему не качественная покраска зря я перехвалил моиста косяк 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 но тут в принципе вторая сторона аналогично только крышка бак еще есть но она просто такой отливочкой сделано да не очень приятненько до перехвалил до вторая сторона будет фу вторая сторона мы смысле сбила задняя часть задняя часть сделана в принципе неплохо тут хотя бы косяков никаких вроде бы нет необычно сделаны задние габариты тут опять кстати плюсик моистовским производителем сделана прозрачная вставочка плюс еще покрасочка сделана серебряночкой плюс еще все это в таком пластиковом кожухе сама задняя фара находится смотрится блин вообще классно надписи всех присутствует читаются наклеечка есть опять же огромный-огромный пластиковый бамперочек у нас присутствует ну и эти вот сигнал сигнальные огни здесь у нас просто краской чпок-чпок помазаны и все ну задняя часть принципе тоже неплохая по верхней части кстати тут тоже пластиковая вставочка еще одна причина почему модель такая легкая есть вот эти вот рейлинги на крыше тоже пластиковые но это все тот одна огромная пластиковая вставочка хотя смотрится в принципе да неплохо смотрятся так по нижней части да тут в принципе вообще ничего нет 2017 года джип ренингейт все по лицензии и масштаб 24 все-таки то есть худо-бедно в масштаб он должен попадать детализация чертовски чертовски простая выхлоп ничего не выведено из зала вообще кстати ничего нет все скромненько все просто от девочки сделано так ну ладно дверь открывается но открываются не сказать что прям офигенно дверные карты присутствуют простенькие упрощенные боковые зеркала тоже имитация есть есть и водительское зеркало заднего вида салончик салончик довольно таки неплохой наклеечка на приборке присутствуют довольно таки детализованные приборная панелька руль неплохо выкрашен но никакие элементы особо цветом не выделены то есть педали там есть но их не видно они никак красочкой не подкрашены так как бы показать то присутствует на приборной панели такой облой довольно таки сильный прям здорово бросается в глаза но на камеру я его не покажу то есть приборочка как-то немного кривовато отлита некачественно сиденья сиденья но в принципе стандартные моистовский задний ряд диванчик тоже блин присутствует ну сложно показать все черное цвета ничего не выделено но я думаю примерно представление вы все получите ну салон на троечку скажем так пойдет но мог быть лучше все у нас здесь открывается капот который практически не открывается и здесь у нас самый-самый примитивнейший самый-самый простой простецкий вкладыш ничего цветом не выделено рельеф тоже довольно таки простецкий до автомобиль современный все закрыто чехлами кожухами но могли бы хотя бы немножко постараться краской что-то выделить капот тут вообще на двойбан я бы так сказал то есть в принципе нифига тут ничего не видать открывается тоже не фонтан несмотря то что он маленький могли бы сделать даже зазор даже позволяет еще больше открыть но этого нет вот этот конечно косяк самый явный причем этот косяк его посмотреть невозможно он стоит к стенке в коробке и центральные скажем скажем так с центрального окна он стоит к внутренней стене и нифига это не видно не знаю так получилось возможно мне так повезло но такой брак упороться будьте внимательны если надумаете покупать в магазине повертите в руках посмотрите что там внутри чтобы вот такой вот фигни не было так а вот тут у нас кстати нет рейлинг просто продавился пластик есть пластик целом что хочется сказать автомобиль довольно таки неплохой сам себе прикольный дизайн и некоторые элементы скажем так смотрятся современную довольно-таки но это современный автомобиль до много пластика минимум металла плюс опять же очень легкий по качеству ну вот в принципе рекомендовать могу к покупке довольно таки неплохо смотрятся сделано в основном неплохо опять же если внимательно смотрите не брать с таким пасеком с какими я его взял ну так вот получилось на полочке в принципе смотреться будет да неплохо будет смотреться покупчики в общем-то рекомендую но внимательно смотрите что вы будете приобретать автомобиль в целом ты неплохой модель тоже в принципе неплохая такой получился обзорчик большое спасибо спасибо за просмотр оставляйте ваши комментарии под данным видео ставьте лайки дизлайки адекватный критик всегда приветствуется подписывайтесь на канал не забывайте до скорых встреч увидимся на канале